В этом фильме мы поговорим о юлианском календаре, который был введен согласно официальной истории 1 января 45 года до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Отчего сразу возникает вопрос, почему русская православная церковь живет по языческому календарю с латинскими названиями месяцев? И почему не торопится переходить на христианский, григорианский календарь? Может быть, потому что у РПЦ есть основания не считать этот календарь языческим? Может быть, потому что русская православная церковь знает настоящую, невыдуманную историю христианства и в московской патриархии есть своя, как говорится, библиотека Ватикана? В чем можно даже не сомневаться, что настоящие архивы не горят и хранятся под надежным замком и покровом от посторонних глаз? А теперь я хочу высказать свою версию. Юлианский календарь был принят в самом начале 16 века Папой Юлием II, самым известным и цитируемым Папой эпохи Возрождения, как говорится всем Папам Папа. Поэтому календарь так и называется Юлианский, но и Юлий Цезарь тоже имел к нему отношение. А какой именно из двух цезарей? Гай Юлий Цезарь или Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, его внучатый племянник и преемник. Мы это сейчас и выясним. В предыдущих моих фильмах Юлий Цезарь, Папа Римский и Антони и Клеопатра была высказана версия, что Папу Юлия II историки оставили на своем месте, годы его жизни это вторая половина 15-го, начало 16-го века. А все светские имена и титулы Папы Юлия II, такие как Цезарь и Император были у него отняты и использованы для создания его исторического двойника, великого полководца Гая Юлия Цезаря, а также его внучатого племянника Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа. Они оба были цезарями, императорами и великими понтификами. Кстати, так же как и в случае с Марком Антонием историки не признают императорский титул Юлия Цезаря и не обращают внимания на его монеты, говорящие об обратном. Для историков история уже давно написана и редактированию не подлежит. И все это было сделано с одной единственной целью – перенести неприятные для Ватикана и Римской католической церкви события, связанные прежде всего с преследованием первых христиан, то есть протестантов. Далекое придуманное историческое прошлое под общим названием «История Древнего Рима и Римской империи». То же самое было проделано и со всеми остальными папами эпохи Возрождения, многие из которых тоже были цезарями и императорами, а заодно и переписали их светские имена. И, конечно же, самое неприятное событие для папского престола, из-за которого пришлось радикально удлинять историю – это казнь в Ватикане, на Ватиканском ипподроме христианского первого священника Рима, ученика и последователя Христа, святого апостола Петра, папой римским Львом X, он же император Нерон, в начале XVI века. По новой, ныне существующей версии истории, папа Лев X уже не причастен к казни Петра, потому что Лев X и Нерон, это уже два разных человека, живших в разные эпохи. Смотрите об этом мои фильмы «Апостол Петр в Риме» и «Казнь апостола Петра в Ватикане». А теперь, собственно, о причинах принятия юлианского календаря. Императора Октавиана Августа официальная история считает основателем Римской империи. «Мы от Августа кесаря родством ведемся», – писал Иван Грозный шведскому королю. Да, и Россия тоже участвовала в построении Римской империи, но об этом мы поговорим в отдельном фильме. Но каждый раз в таких случаях вынужден оговориться, когда речь заходит о Римской империи, что Римская империя – это не одно государство с центром в Риме, это система отношений между множеством государств Европы, аналогом которой является современный Европейский союз, союз европейских государств. Летоисчисление в каждом государстве, королевстве или княжестве, до объединения государств в Римскую империю было у каждого свое. Отчет лет начинался от венчания на трон здравствующего монарха. Умер король. Да здравствует король. И новое летоисчисление. Опять с первого года правления нового монарха. Все значимые события привязывались к имени монарха и году его правления. И записывались, например, таким образом. В первый год Карла V, то есть V короля, была сильная засуха и неурожай. Объединение западноевропейских государств в одну торгово-таможенную и церковно-правовую систему потребовало создание, во-первых, единого международного языка – латыни. В Восточной Европе это был церковно-славянский язык, а в Восточной империи со столицей в Константинополе греческий язык. Во-вторых, понадобилось введение единого календаря, уже без привязки к годам правления местных монархов. Время создания латыни никак не раньше второй половины 15 века. Церковно-славянский язык тоже не мог появиться раньше 15 века, начало эпохи книгопечатания. А его синодальный извод, аналог классической латыни, появился только в начале 17 века. До эпохи книгопечатания никакой стандартизации языка и правилах правописания и речи быть не могло, потому что еще не был создан надежный механизм копирования этих правил и раздачи правильных копий, то есть эталонных текстов, всем заинтересованным лицам. Можете себе представить учебник русского языка, написанный от руки разными людьми, то есть переписчиками? Конечно же, такого учебника никогда не существовало. Без книгопечатания создание и стандартизация языка невозможны в принципе. Да и сам язык, как язык нации в современном смысле этого слова, без книг и художественной литературы никогда бы не появился. Каждый в своей деревне и в своем городе писал бы и говорил исключительно на своем местном диалекте или диалекте своей общины или своего сословия. Только фиксация полиграфическим способом одного из диалектов образовавшейся нации и его наполнение словами из других диалектов на территории национального государства являлась необходимым и достаточным условием для создания объединяющего все эти диалекты общего национального языка. Когда историки нам говорят, что вот этот текст является образцом классической латыни, это означает только одно. Классической, то есть стандартизованной, она, латынь, стала только потому, что появился надежный механизм копирования текстов по единым правилам, из единого центра, которым была римская католическая церковь и ее типографии по всей Западной Европе. Латинский язык был одним из первых языков на нашей планете. О языках доисторических цивилизаций нам ничего не известно и были ли они вообще. Все, что было до латинского языка, это были народные диалекты и ни одного национального языка. Слова уже умели записывать буквами, рунами или иероглифами, но четких правил письма ни у кого еще не было. Официально считается, что Гутенберг свои первые книги отпечатал на латыни в середине 15 века. Это, конечно же, красивая легенда с целью легитимизации древности латыни. Латинский язык и без того самый древний, именно как язык, а не диалект. Условный и коллективный Гутенберг лишь создал условия для стандартизации языка. Любого языка. А его Библия слишком совершенна, чтобы быть первой печатной книгой в мире. Стандартный язык, стандартный кирпич, стандартные отношения между людьми, римское право – это все эпоха возрождения и начало промышленности, то есть изготовления копий самых разных предметов промышленным способом и в промышленных масштабах. Этот процесс подразумевал обязательную стандартизацию производственных отношений на основе самых разных законов. А теперь давайте подумаем над смыслом такой фразы, как «дух и буква» – буква закона. Разве он мог возникнуть на основе гусиного пера? Рукописный закон, размноженный переписчиками, это уже не закон, потому что и адвокат, и судья, и обвинитель, каждый может заявить, что противная сторона ссылается на рукопись закона с ошибками переписчика и многочисленными подтирками и исправлениями по тексту. Национальные языки появились позже латыни, с началом реформации и религиозных войн, которые проходили не только под религиозными, но и под национальными этническими знаменами. А их окончательная фиксация в форме современных национальных языков произошла только в XVII-XVIII веках и даже позже, когда появилась массовая, относительно недорогая, художественная литература на национальных языках. Конец XVIII века – это уже практически современный русский язык. Возвращаемся к юлианскому календарю второму условию после единого языка латыни – объединения западноевропейских государств в торгово-таможенную и церковно-правовую империю, смысл которой историки безбожно исказили и перенесли в глубокое прошлое. На самом деле существовало два юлианских календаря, или, скажем так, один календарь, но с двумя точками отсчета – от сотворения мира и от Рождества Христова. Разница между этими календарями составляет 5508 лет, или 5509 лет. Новый год у календаря от сотворения мира начинался 1 сентября. Понятно, что летоисчисление было введено и стало применяться человечеством не со дня сотворения мира, и даже не с библейских времен, а значительно позже. Но когда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять причины и логику введения юлианского календаря. У официальной истории тут все запутано, и это было сделано специально, чтобы никто ничего не понял. Но общий замысел юлианского календаря, как его не старались завуалировать историки, достаточно прост и понятен. Оба юлианских летоисчисления связаны между собой и имеют общие точки отчета – от сотворения мира и от Адама. То есть в обоих календарях заложены библейские начала. Отсюда делаем логический вывод. Юлианский календарь ввел не Юлий Цезарь, который был язычником, и в этом нет никаких сомнений, а другой Юлий, его внучатый племянник Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, он же папа Юлий Второй, который точно не был язычником. Потому что на его могиле установлена мраморная скульптура иудейского пророка Моисея работы Микеланджело, который в руках держит скрижали с десятью заповедями от самого Бога. А любимая фреска Юлия Второго на потолке сикстинской капеллы так и называется «Сотворение Адама», тоже Микеланджело. И это тоже библейский сюжет из книги «Бытие», а сама фреска является символом эпохи и нового летоисчисления. А теперь, собственно, о логике принятия византийского календаря, основанного, как написано во всех официальных источниках, на юлианском календаре. За исходную точку летоисчисления была принята христианская эра от сотворения мира и соотношение между числом дней творений мира и продолжительность существования каждого дня творения. Это соотношение было взято из Библии. «И сотворил Бог человека по образу своему, и был вечер, и было утро, день шестой». Это было первое календарное условие. Далее. «У Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день». Второе календарное условие. Основываясь на этих библейских утверждениях, христианские богословы пришли к выводу, что поскольку Адам был создан в середине шестого дня творения, то Христос пришел на Землю в середине шестого тысячелетия, то есть около пяти тысяч пятисотого года от сотворения мира. Третье календарное условие. Меня иногда упрекают в комментариях, что я использую в качестве первоисточника Википедию, которую каждый может править, кому не лень. Но ровно с таким же успехом меня можно упрекнуть в том, что я пользуюсь интернетом, который, как всем известно, самая большая помойка в мире. А насчет Википедии тут все просто. Я проверяю источники, на основе которых была составлена статья. Например, вот ссылка на книгу «Календарь и хронология» советского ученого-астронома, доктора физико-математических наук Клемишина Ивана Антоновича, из которой библейская формула «Один божий день, как тысяча лет» попала в эту статью Википедии. А вот и та самая страница книги, из которой была взята эта формула. А теперь я хочу спросить у историков, которые, возможно, смотрят мои фильмы. Как вы сами-то понимаете эту формулу применительно к Адаму и Христу? Ведь если Адам родился в середине шестого Божьего дня, а каждый Божий день – это тысячи лет, то получается, что и Адам, и Христос родились в один и тот же год? Разница только в том, что историки считали эту дату рождения Адама в Божьих днях по тысяче лет, а дату Христа посчитали сразу в тысячелетиях, без всяких Божьих дней. Вот уж действительно, что в лоб, что по лбу. Я спросил одного продвинутого историка-официала, что он думает по этому поводу. Вначале он долго не мог понять, где тот подвох с моей стороны, зная мое отношение к официальной истории. Потом он пропал на несколько дней, но ответ от него я все-таки услышал. Эту формулу, сказал он, можно и нужно понимать так. Бог создал мир за шесть обычных дней, то есть за шесть суток. Адам родился в середине шестого дня, то есть пять с половиной суток от начала сотворения мира. А вот уже от Адама до Иисуса нужно считать Божьими днями по тысяче лет каждый. На что я у него спросил, а в каком источнике он это нашел? Источник он мне не назвал, а лишь сказал, что по-другому это понять и объяснить невозможно. Действительно, логики тут ровным счетом никакой нет. Если Бог сотворил мир за шесть обычных дней, то к чему тогда была применена формула «один Божий день как тысяча земных лет». На самом деле логика тех, кто придумал юлианский календарь, была простой и понятной, и основывалась она в том числе на положениях второго соборного послания святого апостола Петра, который был тут же рядом с папой Юлием II, будучи христианским первосвященником Рима, то есть понтификом. Не великим понтификом, а просто понтификом. Смотрите мой седьмой и восьмой фильмы о Петре в Риме. И возможно даже был одним из соавторов юлианского календаря. Все послания Петра зачитывать не буду, только несколько строк. «Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены были из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, с большой буквы, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день». Тут у апостола Петра речь идет о сотворении мира. Затем об уничтожении Богом всего живого на земле за грехи через потоп. Животные тоже провинились. Погибли все, за исключением Ноя, его семьи и каждой твари по паре. И далее Петр рассказывает о предстоящем уничтожении значительной части человечества. Опять же за грехи, но теперь уже от огня. Видимо, Бог в те времена еще не имел представления о таких понятиях, как гуманизм и жестокое обращение с животными. Когда же этот день страшного Божьего суда наступит, он, Петр, не скажет, но как бы в утешение, возлюбленные мои, сообщает, что продолжительность каждого Божьего дня составляет тысячу лет. То есть смысл как бы такой. Конец света наступит не завтра, но к нему нужно готовиться уже сегодня. А как нужно готовиться, приходите в церковь, там вам все расскажут. Папа Юлий II при создании первого в истории международного календаря отталкивался от длительности Божьих дней. Один Божий день равен тысячи лет. Но только Иисус Христос тут был ни при чем. Эта формула относилась к сотворению мира и рождению первого человека, Адама, от которого, собственно, и начинается история человечества. Напомню, что христианство во времена понтификата Папы Юлия II еще не было единственной религией в римской католической, то есть всеобщей церкви. Монополизация христианством Юлианского календаря наступила значительно позже, но об этом мы поговорим в следующем фильме. Если Бог создал человека в середине шестого дня, значит Адам был сотворен через пять с половиной тысячелетий от начала сотворения мира, согласно первой книге Ветхого Завета Бытие. Таким образом, 1500 год по нашей эре или 1501, это и есть год учреждения и введения Юлианского календаря от Адама, или ровно семь тысяч лет от сотворения мира. Это число было выбрано для ровного и красивого счета. Семь божьих дней – божья неделя. А Иисуса Христа к этой формуле, что называется, прилепили позже, когда уже удлинили историю. А чтобы понтификат Юлия II ни в коем случае не приходился на 1501 год от Адама, который потом поменяли на от Рождества Христова, даты понтификата Юлия II подкорректировали и сместили немного ближе к нам. Вот за счет этой передатировки и образовалась разница в 5508 лет между юлианским календарем от сотворения мира и юлианским же календарем от Адама. А так бы эта разница составляла ровно 5500 лет. А заодно, чтобы запутать логику новой версии истории, вырезали понтификат Юлия Цезаря, который должен был располагаться между понтификатами Пия II, его отца, и Павла II, который был избран папой сразу после убийства Юлия Цезаря. В следующем фильме я вам покажу, как записывались даты по юлианскому календарю в 16 веке, и это были даты не от Христа, а от Адама. Также мы подробно поговорим о том, что такое Святая Троица, и как с ее помощью Иисус Христос на Триденском соборе стал Богом, и кому и зачем это было нужно, а также о том, как с помощью Григорианского календаря была научно доказана, в кавычках, достоверность христианской истории, удлиненной на полторы тысячи лет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилось, и не забывайте при подписке кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых фильмах. Дальше будет еще интересней, с вами был Александр Таманский.